Купля-продажа криптовалюты через сети интернет всё чаще становится предлогом для обмана граждан. Анализ таких противоправных деяний показывает, что в большинстве случаев жертвами аферистов становится далеко не молодёжь, а люди средних лет и даже пожилого возраста, вкладывающие свои накопления якобы для получения прибыли. Такой факт зарегистрирован в отделе МВД России по Майкопу. Как рассказала сотрудникам следственно-оперативной группы 73-летняя местная жительница, ещё в 2021 году она заинтересовалась предложением выгодно приобрести криптовалюту и оставила заявку, перечислив около 20 тысяч рублей. В апреле 2022 года ей перезвонили неизвестные и под предлогом возврата накопившейся суммы в 200 тысяч рублей мошенники в течение месяца продолжили выманивать у пожилой женщины крупные суммы, раз за разом связываясь с жертвой по мобильной связи с новых абонентских номеров. Лишь когда перечисления на счета неизвестных лиц составили более 500 тысяч рублей, потерпевшая поняла, что её обманывали. Сотрудниками подразделения экономической безопасности отдела МВД России по городу Майкопу установлена противоправная деятельность 65-летней жительницы республиканского центра, продавца одного из магазинов. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что женщина реализует безакцизные табачные изделия в одном из павильонов города Майкопа. В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий из торгового павильона было изъято более полутора тысяч сигарет 23 номинований. По результатам проведенной экспертизы партия немаркированных табачных изделий оценена на сумму около 200 тысяч рублей. Дознанием отдела МВД России по Майкопу в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 171.1 УК России. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством РФ.